Айронньюз Айронньюз вы узнаете. Фестиваль эстинских пирогов скоро во Владикавказе. Дата проведения и условия участия. Узнайте далее. 13 мая состоялась церемония открытия третьего международного фестиваля детских хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы». В этом году в фестивале принимают участие 20 коллективов, представляющих 7 стран и 11 регионов России. Стоит отметить, что председателем жюри выступит известная народная артистка СССР и Украины Мира Кольцова. Подробности далее. Три часа дня в зале, как и на сцене Северостинского академического театра имени Тхабсаева, пока пусто и тихо. Операторы подключают микрофон и настраивают, регулируют аппаратуру. В едином танце к миру и добру – девиз международного фестиваля «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы», который проходил во Владикавказе с 12 по 18 мая, учитывая дату приезда самих участников. Фестиваль проходит уже в третий раз. В этом году уже 19 детских хореографических коллективов из разных регионов России, стран СНГ и Европы приняли участие. Здесь и Болгария, Казахстан, Украина и, конечно же, Северная Осетия. Цель была одна – это сплотить детей, это, наверное, укрепление дружбы, укрепление связей между городами, между республиками, как уже получилось между странами. Председателем жюри фестиваля выступила народная артистка СССР Мира Кольцова. Напомним, первый фестиваль «Танец дружбы» во Владикавказе проходил в 2011 году. Тогда в нем участвовали юные танцоры, в основном, из Северного Кавказа. Фестиваль по программе завершился грандиозным галоконцертом и вечером дружбы. Владикавказ – город интернациональный. В Доме кино по улице Батоева с 20 по 24 мая состоится благотворительная акция фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Картины рассказывают о жизненных историях разных людей. Откроет проект фильм «Сынок», повествующий об отце в одиночку воспитывающем своего сына. Работа кинорежиссера Ларисы Садиловой, которая, кстати, будет присутствовать на творческой встрече. На специальной пресс-конференции журналистам дали подробную информацию о программе «Сталкера», где значатся такие художественные фильмы, как «Вождь разнокожих», «17 августа», «Солнечная сторона трассы», «Пустой дом». А закрывать кинофестиваль будет картина под названием «Звери дикого юга» режиссера Бена Зайтлина. Фильмы представлены в трех жанрах – игровое, документальное и детское кино. И даже несмотря на то, что вход на все киносеансы свободный, многие места в зале пустуют. Мы хотим приучить зрителя, чтобы зритель уже начал ходить на хорошие фильмы. Это вот сейчас наша новая задача, чтобы дом кино Владикавказа заработал по-настоящему, как работал раньше. «Сталкер» – проект некоммерческий. Во Владикавказе проходит уже в шестой раз. Организатором кинофестиваля выступила Гильдия кинорежиссеров России, а также Северо-Ассетинское республиканское отделение Союза кинематографистов России. Напомним, фестиваль будет проходить в Доме кино. Сеансы начинаются в 19 часов. Вход свободный. Термин «Владикавказская Алания» все чаще упоминается не только в футбольном смысле. Наша хоккейная команда все чаще радует своих поклонников новыми успехами. Накануне настоящие мужчины из Осетии вернулись со Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, завоевав серебряные медали. Подробности расскажет Дэвид Мамедов. Изначально в успех хоккейной Алании мало кто верил. На турнир под звучным названием НХЛ «Ночная хоккейная лига» съехались любительские коллективы со всей России. Только принимать участие в нем могли те хоккеисты, чей возраст перевалил за отметку 40. Поэтому лидеры команды Марат Арсаков и Алан Кубецов на лед не выходили. Пришлось заявить в состав двух игроков из Москвы. Так что сыгрываться предстояло прямо во время поединков. Внутренне где-то была такая надежда и уверенность, что мы сможем удивить хоккейный мир. Я так и написал на нашей страничке в фейсбуке, что постараемся удивить хоккейный мир. Но, честно говоря, попасть в финал, играть в финал на большой арене хоккейной, на которой будет меньше чем через год хоккейный праздник для всего мира, Олимпийские игры, это было только такой мечтой, глубокой, но мечтой. И то, что это случилось, до сих пор, честно говоря, не верится. Уже в первых двух матчах наши худестники Шайбы добились побед и досрочно заняли первое место в группе. В одной четвертой финала Алания оказалась сильнее Сибири из Красноярского края со счетом 5-4, а в полуфинале наши хоккеисты сломили сопротивление коллектива Рифы из Тольятти 5-3. В главном матче турнира владикавказцы дважды вели в счете, но фортуна была на стороне команды Гаева из Перми 2-3. Теперь этот красавец кубок украсит трофейную коллекцию Алании. Хоккеисты из Осетии, став вице-чемпионами, удостоились права в следующем сезоне выступать в главной по элитарности лиге – Лиге Чемпионов, где противостоять бело-красно-желтым будут лучшие любительские команды страны. Дэвид Мамедов, Марк Осмаков, Айрон Ньюз А во Владикавказе скоро состоится первый международный фестиваль осетинских пирогов, а также конкурс осетинского сыра. Принять участие в этом вкусном состязании смогут все желающие. Подробности конкурса узнаете далее. Осетинские пироги в последнее время приобрели популярность по всей России, а также за ее пределами. На сегодняшний день в различных супермаркетах России можно увидеть осетинские пироги даже в замороженном виде, что не может не сказаться на вкусовых качествах наших пирогов, которые должны подаваться на стол в самом свежем виде. Отведать самые настоящие осетинские пироги, сделанные из осетинского сыра и других продуктов, гости и жители нашего города смогут в самом сердце Северной Осетии, во Владикавказе. Как указано на сайте администрации города, 8 июня в рамках празднования Дня города Владикавказа На набережной по улице Кисаева состоится конкурс осетинского сыра и фестиваль осетинских пирогов. Приглашаются все желающие. Победителям будут вручаться дипломы и памятные призы. Справки по телефону 25 34 04. А как будет проходить фестиваль, кто станет победителем, чьи пироги окажутся лучшими, увидите скоро в нашей программе. Недавно в Доме дружбы и национально-культурных связей состоялась лекция путешественника и писателя Антона Кротова. По некоторым источникам, преодолевшего автостопом более 700 тысяч километров по дорогам 75 стран мира. Наша съемочная группа побывала на лекции и выяснила некоторые секреты бесплатных путешествий. Рональд Чарльз Верден наполовину цыган происходит из западной Швейцарии. Как он сам признался, кочевой образ жизни – его философия. Недавно его заметили на перевале между Грузией и Владикавказом. У этого странника был еще верблюд, который остался на перевале. В этот вечер, рассказывая о своих впечатлениях от путешествий, порой даже переводчик не успевал за ходом его мысли. Старший брат стал землевладельцем, богачом, может быть миллионером, но такой человек не может спать хорошо, потому что беспокоится о своих богатствах, о своей собственности. Антон Кротов, автор 40 книг, путешествует по миру автостопом еще с 1991 года. В небольшом зале Дома дружбы и национально-культурных связей собралось около 40 человек. Путешественник рассказывал о том, как каждый человек может поехать в любую точку мира, независимо от количества денег в его кармане. Объяснил, как ездить, ночевать, общаться с людьми в других странах. Было путешествие автостопом через всю Африку, из Москвы, через Ближний Восток, через Египет, Судан, Фиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану. Но не то, что я какой-то один такой специально редкий человек, который может куда-то поехать. Каждый из вас тоже может поехать в любую точку континента, если у вас есть свободное время и желание. А как же это сделать? То есть самое важное знать, во-первых, что путешествие зависит не от того, что у вас имеется в кошельке, а от того, что у вас имеется в голове. И время и деньги взаимозаменяемы. Чем больше у вас имеется денег, тем меньше нужно времени. И наоборот, чем меньше у вас денег, тем больше нужно времени на одно и то же простое путешествие. В популярном сервисе «Живой журнал» путешественник ведет свой дневник, где делится впечатлениями о своих путешествиях. Также немало слов сказано и о Владикавказе. Тут же программа следующих лекций. После Владикавказа Антон Кротов отправляется в Цхинвал 20 мая в Новороссийск, через день в Краснодар, затем в Ростов-на-Дону, Воронеж и Липецк. Это была программа Iron News. Пишите ваши предложения, делитесь интересными новостями. Все это отправляйте нам на электронную почту или звоните на номер 54-26-73. И мы обязательно об этом расскажем и покажем в нашем следующем эфире. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова